у меня за спиной видите арочное сооружение она построена над четвертым энергоблоком полностью изолированная правда строительство еще не закончено внутри еще много работы но строилась она из двух частей причем они были подвижные и по словам гида в течение двух недель соединялись две отдельные части единое целое выглядит очень масштабно если вот то четвертый энергоблок то вот это не достроенный 5 энергоблок он завершён всего лишь на 85 процентов и все дальше по плану у нас обед будем пробовать чем питаются работники час как раз этим нас и покормят ну а дальше продолжим нашу экскурсию перед тем как зайти в здание каждый проходит проверку чистили он вот что-то этот чувачок не может пройти они прошел вот такой обед на час рассольник макарошки с курятиной яйцо с какими-то салатами и компот конечно же компот все обед закончен обед как обед был что-то напомнило школу тире институт вот это само здание столовой первый этаж это чисто пропускная тире туалеты умывальники а второй этаж это уже как раз кухня столовая направляюсь в автобус по плану у нас еще посещение место под названием дуга а а дальше уже будем выдвигаться из зоны в сторону киева кстати на улице как-то жарковато особенно в курточке но по правилам посещения одежда должна быть закрыта то есть никаких шорт футболок должны быть длинные рукава никаких тапочек все должно быть закрыто все для нашей же безопасности а вот и наш автобус большой и вот мы уже на территории когда-то секретной военной базы под названием чернобыль 2 у меня за спиной комплекс антенн которая называется дуга этот комплекс мог отслеживать пуски межконтинентальных ракет и так как дальность действия очень большая получалось что аля можно было заглянуть за горизонт поэтому и называется дуга жду пока гид расскажет вступительное слово об этом месте и пойдем дальше потому что антенны видим но совсем чуть-чуть все самое интересное где-то там а вот и территория вокруг этих антенн а вот и этот огромный комплекс да конечно огромная штука чувствуешь себя букашкой по сравнению с ней с ней или с ним дуга она комплекс он да 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 Субтитры сделал DimaTorzok Красиво, однако Но нужно идти в автобус Уже группа впереди Двинула, догоняю Кстати, пару слов По поводу однодневного тура Вроде бы везде были Но как-то все было галопом Около часа может быть Это была Припять Вот здесь обещали Минут 30-40 По факту были, не знаю, минут 20 Ну и вообще есть такие точки, как Кормление самов В реке возле ЧАЭС Просто проехали Плюс некоторые точки Остановились, вот там, смотрите, сдалека Что-то там находится и все Поэтому, чтобы полностью Насладиться экскурсией Нужно заказывать либо Двухдневный тур С ночевкой в Чернобыле Либо же, наверное, индивидуальный Но в целом, как для первого раза Мне понравилось Основные чекпоинты Достопримечательности Видел Снимал, фотографировал Ну а сейчас уже двигаю в автобус Осталось буквально метров 200, 100 И отправляемся домой Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры сделал DimaTorzok